Уважаемые телезрители, здравствуйте! В сегодняшней передаче «Поговорим о здоровье» мы коснёмся темы наркомании и её профилактики. У нас в гостях заведующая наркологическим диспансерным отделением психиатрической больницы номер 24 Запольного Ольга Фёдоровна, заведующая Центром здоровья для детей Ибрагимова Хадижат Хамзатовна. Общеизвестен вред, который наносят наркотики здоровью граждан, благополучию и будущему любой страны. Они ломают жизнь людей, они подрывают устойчивое развитие человека и порождают преступность. Ольга Фёдоровна, скажите, что же такое наркотики? Наркотическими веществами являются те средства, которые не только способны вызывать зависимость физическую, психическую, способные вызывать дезадаптацию человека в обществе, но обязательно эти вещества включены в список наркотических веществ, утверждаемые ежегодно специальной комиссией. Ольга Фёдоровна, скажите нам, пожалуйста, по каким критериям те или иные вещества обычно относятся к наркотикам? Эти вещества наносят физический и психический вред здоровью. Для этих веществ характерна возможность широкого распространения в среде. И эти вещества, если мы их относим к разряду наркотиков, не должны быть привычными, типичными для употребления в данном обществе. Мы знаем, Ольга Фёдоровна, что существует очень много классификаций. То есть, как распределяются наркотики по видам, под видом. Ну, более простую. Расскажите нам, пожалуйста, как могут люди знать, какой наркотик к какому относится? Выделяют производные конопли, выделяют опиатные препараты, психостимуляторы, галлюциногены, летучие наркотически действующие вещества. Ольга Фёдоровна, расскажите нам, пожалуйста, кто же чаще употребляет наркотики в настоящее время? Растёт ли число лиц, употребляющих наркотические вещества? И какие вещества в основном вот сейчас они употребляют? Наиболее часто наркотические вещества начинают употреблять в возрасте 16-17 лет. Но нередки случаи употребления, первого употребления в возрасте 10-13 лет. Число больных наркомании и употребляющих наркотические вещества последние годы значительно выросло, в том числе среди женщин. Наиболее часто употребляются наркотические вещества следующие. Это производные конопли, психостимуляторы амфетамина, бетамфетамины и препараты опийной группы. Мы знаем, что очень много детей, подростков пробуют, даже взрослых, наркотики. Но не все становятся наркоманами. Каковы же причины употребления вообще наркотических веществ? И кто чаще становится наркоманом? Причиной первого употребления наркотических веществ, как правило, является любопытство. Нежелание отстать от компании, употребляющей наркотики, в которой молодой человек находится. И, естественно, для молодых людей желание испытать какие-то новые ощущения. Но поскольку они не находят вокруг себя каких-то иных средств для получения таких острых, интересных ощущений, то зачастую идут на поводу уже употребляющих людей и пробуют наркотики. Далеко не все попробовавшие наркотические вещества становятся больными наркоманией. Расскажите, пожалуйста, основные признаки, симптомы этого заболевания. И на что влияют наркотики? На какие органы нашего организма? Диагноз наркомании ставится тогда, когда имеются налицо признаки физической, психической зависимости и социальная дезадаптация пациента. К признакам физической зависимости относятся различные проявления физического дискомфорта. И они зависят от того, какой наркотик гражданин употреблял до этого. Психическая зависимость выражена в различной степени при употреблении различных наркотиков. А социальная дезадаптация зависит прежде всего от той среды, в которой находится человек. Насколько он поддерживаем семьей, обществом, работает ли он. Наиболее часто поражаются при употреблении наркотических веществ. Это сердечно-сосудистая система, центральная нервная система, печень, почки. Развиваются инфекционные заболевания, такие как вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция. И достаточно широкое распространение среди больных наркоманий имеет ВИЧ-инфекция. Также больные наркоманией страдают и туберкулезом легких, и заболеваниями других органов. Продолжительность жизни наркомана невелика. Но расскажите, все-таки средняя продолжительность жизни сейчас. Потому что многие люди идут и лечатся. При систематическом употреблении ежедневным наркотических веществ, например, опийные группы, средняя продолжительность жизни составляет не более 10 лет. Многие люди, которые в период своей наркотизации имеют достаточно длительные периоды ремиссии, доживают и до 50-60 лет. Но в том случае, если они отказываются от приема наркотиков. Ольга Федоровна, а каковы причины, приводящие к гибели наркоманов? Больных наркоманией очень высокая смертность. Во-первых, больные наши гибнут от передозировки наркотиков, во время дорожно-транспортных происшествий, по каким-то криминальным причинам может погибнуть наш больной. И значительное количество умерших погибают от развития и прогрессирования осложнений наркомании. От ВИЧ-инфекции, туберкулеза, поражения сердечно-сосудистой системы. Многие мамы теряются в догадке, употребляет ли ребенок наркотики. И как узнать, употребляет ли ребенок наркотики? Что мама должна знать? Существуют начальные признаки употребления наркотиков, которые родители могут выявить при общении с ребенком. Во-первых, изменяется круг общения ребенка. Появляются какие-то тайные друзья, которых ребенок скрывает. Ребенок пропадает из дома, уходит, имеются свои тайны. Родители могут обнаружить дома предметы, назначения которых им неизвестно. Ложечки, пузыречки, ватки. Часто пропадают из дома вещи. Вещи, цены, предметы, деньги. И уже в далеко зашедших стадиях родители находят дома шприцы. Внешне по состоянию ребенка также можно определить, употреблял он что-то или нет. Кроме неадекватного поведения, раздражительности, гнивливости без повода, можно зафиксировать. Санливость или наоборот возбуждение. Изменение аппетита от полного отсутствия до чрезвычайной прожорливости. Ребенок спит днем, уходит гулять вечером. Изменяется успеваемость в школе. Кроме прогула в школе, ребенок перестает успевать по тем предметам, по которым раньше получал хорошие оценки. Кроме этого появляется бледность кожи или наоборот краснота кожи, инъекция сосудов склер, затуманенность взгляда, нарушение походки. Ольга Федоровна, а расскажите, что можно порекомендовать родителям в случае, если вдруг они заподозрили, что ребенок употребляет наркотики? Если у родителей появились подозрения в том, что ребенок употребляет наркотические вещества, прежде всего нужно поговорить со своим ребенком. Если ребенок не признался, что употребляет наркотические вещества, но все равно подозрения у родителей остаются, можно провести элементарный тест на содержание наркотических веществ в моче. Тест проводится совершенно просто, к нему всегда прилагается инструкция, продается на любой аптеке, стоит недорого. Если возникают сомнения по методике проведения этого теста, всегда можно обратиться к специалисту, в наркологический диспансер, в центр медицинской профилактики. Хадиша Скамзатовна, в поликлинике по обслуживанию детского населения открылся центр здоровья для детей. Какая профилактическая работа проводится среди детей, подростков, родителей по профилактике вредных привычек и наркомании? Работу в центре профилактики можно условно разделить на два этапа. Первый этап – это проведение скринингового обследования детей, то есть на аппаратах полностью проверяется состояние здоровья ребенка. И второй этап – это проведение именно профилактической работы. Можно даже сказать, что проведение профилактической работы – это как бы основная задача вот этих центров здоровья для детей или для населения, что у нас открывается. Что включает в себя профилактическая работа? Первое – это проведение как групповых, так и индивидуальных лекций по здоровому образу жизни ребенка, о вреде курения, табакокурения. Также задача направлена на то, чтобы развить ответственное родительство. Лекции проводятся как с родителями, так и с детьми. О вреде как употребления алкогольных напитков, также о вреде табакокурения и употребления наркотических вот этих веществ. Также можно проводить в нашем центре обследование детей по желанию на содержание наркотических веществ в организме. То есть имеются специальные тест-полоски, которыми мы можем проводить обследование. Наркомания не делает поблажек. Она забирает душу, разум, тело. Мои дорогие, будьте здоровы, пусть эта беда не коснется вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok